Физкульт, привет, друзья! На связи Мускулшоп. Сегодня, в этот зимний день, я хотел бы поделиться с вами моим опытом, как можно на турнике накачать бицепс, какие упражнения лучше делать для проработки именно мышц плеча. Вы видите, рядом здесь мой мотоцикл. Те, кто следит за мной в соцсетях, знают, что я люблю покататься на двухколесной технике. Это мой Zizzer, переделанный немножко. Сейчас в эту зиму я, естественно, нигде далеко не катался, но выкатил его. Вот что-то захотелось так катнуть, здесь вот вокруг по улице катнул и поставил, решил отснять как раз видео касательно упражнений. Ну, наверное, базовое упражнение для проработки мышц бицепса – это подтягивание. Во-первых, бицепс работает в любом случае при подтягиваниях, то есть подтягиваетесь вы таким хватом. У вас тоже работает бицепс, либо подтягиваетесь вы обратным хватом, но лучше он прорабатывается, конечно, когда вы подтягиваетесь обратным хватом. И руки не на ширине плеч, а чуть ближе, то есть сантиметров 15, чтобы было между руками расстояние. С таким хватом, когда вы подтягиваетесь, у вас максимально прорабатывается бицепс. Если вы хотите, чтобы бицепс у вас работал еще внутренняя часть, а также лучевая мышца, чтобы задействовалась, тогда вам нужно подтягиваться параллельным хватом. Здесь у меня, вот чуть дальше он там есть, я чуть позже покажу. То есть суть какая? Вы беретесь двумя руками, параллельно руки друг к другу и подтягиваетесь к себе. В этом случае у вас максимально прорабатывается внутренняя часть бицепса и лучевая мышца предплечья. Сейчас попробую показать это. Варочки нужны обязательно, потому как руки очень мерзнут. Сейчас погода не слишком, в принципе, холодно. Но у меня постоянно отмерзают пальцы на руках даже при небольшом морозе. То есть вот вы подтягиваетесь вот таким хватом. Либо параллельным подтягиваетесь. Еще очень хорошее упражнение для проработки бицепса. Но это уже разные группы работают на разных руках. То есть вы беретесь разными хватами и подтягиваетесь. Подтягиваетесь точно так же. Затем меняете хват. То есть вы чередуете. Вы сделали один подход от 10 до 15 повторений. С обратным хватом на левую руку. Правая обычно. Затем вы меняете руку правую к себе. Левая рука обычный хват. Подтягиваете еще 10 повторений. Вот это будет один цикл. Один подход. Следующий подход вы можете увеличить. К примеру, 11 раз, если сможете. Если нет, можете идти на уменьшение. Разные техники по-разному работают. То есть смотря какая задача у вас. Если вы работаете на рельеф, то увеличивайте количество повторений. Старайтесь делать в одном подходе от 10 до 15 раз. Если вы работаете на силу, на массу, то больше 5-6 повторений можете не делать. Еще я делаю вот такое упражнение. То есть вы расставляете руки как можно шире. И опять же здесь беретесь обратным хватом. Но подтягивайтесь вы уже не на двух руках, как в этом случае. А подтягивайтесь только на ту руке, на которой обратный хват. То есть вот здесь. Эта рука у вас служит как стабилизатор. Параллельный хват. Тоже очень хорошо на бицепс. Он растягивает бицепс и включает как раз эту вот лучевую мышцу предплечья. То есть вы подтягивайтесь. Таким же образом. Вот это, наверное, базовое упражнение на бицепс. Если не брать, к примеру, еще такие упражнения, как австралийские подтягивания. Это комплекс упражнений. Их используют как новички, так и продвинутые ребята. Задача какая? То есть вы висите вниз головой. Да? И начинаете подтягивания. Это в основном используют для того, чтобы либо кто не умеет подтягиваться совсем. Вот это базовое упражнение начального уровня. Либо опять же для прокачки бицепса. Вы тогда беретесь... Сейчас у меня руки немного даже в перчатках отмерзли. Так в целом-то тепло. Не скажу, что замерз. А вот пальцы отмерзают. Когда вы прокачиваете бицепс, беретесь обратным хватом и тянете именно на бицепс. У меня сейчас не совсем удобно, потому что снег под низом скользко. Я съезжаю. Ну, задача какая? То есть локти практически на месте. У вас работает только бицепс. Это упражнение, кстати, хорошо делать либо с кольцами, гимнастические кольца, либо так называемые петли ТРХ. Это такие две лямки и на концах рукоятки. Чем удобнее петли ТРХ? Тем, что у них, во-первых, регулируемая длина уже изначально, вы можете подобрать под себя любую длину. Там на турнику их вешаете либо на брусья. Там легко и быстро меняется длина. И там удобный хват. Ручки широкие, плоские, не так, что на кольцах. Там у вас немного рука будет неудобно, но в руке. Вот. На кольцах очень много упражнений можно сделать. И интересно будет заниматься. И нагрузка там совсем другая. Не такая, как на турнике. Я впоследствии тоже хочу себе взять, повесить. Но я хочу, правда, кольца не петли ТРХ, а кольца повесить. И на кольцах буду еще дополнительно заниматься. Только там совсем по-другому работают мышцы. Ну и в этом видео мы разобрали все возможные упражнения на бицепс и разобрали, какими способами можно прокачать бицепс хорошо на турнике. Если есть вопросы, пишите, пожалуйста, в комментариях. Все тренажеры, напоминаю, которые есть у нас на сайте, вы можете купить с дополнительной скидкой по промокоду, который будет где-то здесь на экране. Все ссылочки на наш сайт внизу в описании под этим видео. Не забывайте, у нас ежемесячно проходят розыгрыши, где участвуют такие призы, как резины для подтягивания, всякие спандеры, гантели и также дополнительные скидки на любые кардио-тренажеры. Ребята, привет! Состоялся розыгрыш, у нас не так много участников, было всего лишь 7 человек, но тем не менее выиграл тройка. Каждому из них я присвоил номер в комментариях. Тройка и шестерка. Тройка это Velo 3X Live. Денис, кстати, наш постоянный зритель, он получает резину для подтягивания. И шестерка это Григорий, я ему тоже сообщу. Он получает скидку 10% на любой кардио-тренажер либо шведскую стенку на нашем сайте. Подписывайтесь на канал, участвуйте в розыгрышах. Надеюсь, будем полезны. Ребят, не забываем подписываться на канал. Я думаю, это видео было полезным, интересным. И вы теперь знаете, как прокачать бицепс на турнике. Всем подписчикам нашего канала напоминаю, будет отдельная бонусная программа. Будет разыгрываться ежемесячно, будут проходить конкурсы, где будут участвовать специальные призы, резины для подтягивания, спандеры, гантели, а также дополнительные скидки на тренажеры, которые есть на нашем сайте. Поэтому пользуйтесь этим. Все это действует для подписчиков нашего канала. Я помогаю вам, вы помогаете мне. Оставляйте, пожалуйста, комментарии под видео, ставьте лайки, пишите, как вам такой формат, интересно было ли полезно и вообще нужен ли такой формат на этом канале. До новых встреч! С вами был Сергей. Пока!